По предварительной записи, к первому слову предоставляется Сергею Викторову, то есть мне. Я пытаюсь к отварчикам, мой рекламент 10 минут, я вам прошу членов вас в зрительном посадительстве, чтобы это регламент придержался. Еще раз добрый вечер, дорогие визиты. Мы проводим общественные слушания, которые касаются вопросов обостройства лонжерона. Я обращу внимание ни вопросов развития битвинария НРУ, ни вопросов каких-то других объектов, о которых она находится, а в лонжеронах общается город Одесса. На слайде увидится центральная часть города Одессы, на ней предложено лонжерон, чтобы понять, что такое лонжерон для Одессы, если нужно увидеть в шире. Лонжерон для центральной части города является единственной пешеходно-поступной городской зоне. Этот город остальные патроны находятся в районе. Лонжерон, согласно действующего генерального плана, должен быть частью парка юбилей, который, к сожалению, мы потеряли, но генеральный план от этого не перестал действовать. Лонжерон является, вместе с парком Шевченко, является, по большому счету, единственной пешеходно-поступной зеленой зоной для жителей центра города. В чем важность пешеходной доступности этой зоны? У меня двое детей. Врачи рекомендуют ребенка до года держать бабу на улице не меньше шести часов с перерывами на покормить, на переодеться. Это значит, что сесть в машину, поехать в парк, погулять полчаса, а потом час ехать обратно и так кататься весь день, согласитесь, это не вариант. Жители нормального города должны иметь возможность выйти с каляркой, через 15-20 минут оказаться в парке, через час вернуться домой, и вот это можно говорить о здоровом образе жизни. Повторю еще раз. Бару Шевченко и небольшие спецы, на подобии Горстата, это единственное, что осталось для жителей города, центральной части города, будет вернуться в следующий планет. Мы много лет занимались тем, что требовали оборудовать в проекте Генерального города. И когда это удалось, нам пришлось внимательно прочитать, и то, что прочитало, нам очень сильно удивило. Мы думаем, что мы живем в хорошем курортном городе, когда многие туристы едут на островление, где считается, что здесь люди отрицают, отрицают, отрицают силы, так вот. В нашем городе, согласно данным и генеральным планам, все знали, что мы будем получить на сайте Городского совета, на одного жителя города Одессы приходится 7,4 квадратных метротелем, всего 742 гектара. При нормативе 2140. Это значит, что в нашем городе количество зеленых насаждений для человека встроено меньше 0. Три раза. Ну, если бы был трудизор. С чего это приводит? Я прошу прощения. Как получена цепь 140? В генеральном плане имеются разделки, сколько ростов подсчитаны все зеленые зоны города. По каждому району в отдельности, по каждому району это подсчитано. Вот, среди прочих, есть парк победы, он указан, 55, 100 гектаров, и когда-то он будет на поле. Есть парк чемпионов, где указано 80 гектаров, и когда-то он будет на поле. Эти все цепи из них планируют. Но на самом деле, там же в генеральном плане есть фактические цепи. А по факту получается, что парк победы уже не 55, а уже 47, кусок уже упустили. За время разработки имплата. Парк Шевченко оказывается уже не 8, как и так, а 44, и 30. А если кому-то еще подбудшим, в следующем году, то мы можем найти решение городского совета о том, что на самом деле парк Шевченко уже не 44, а 41. Это было принято в 2011 году. Вот так постепенно шаг за шагом, та зелень, которая у нас была, которая у нас в три раза меньше донная, она отпускается. И это можно очень четко следить с инвертными гектарами и квадратными метров. Чему это приводит? Вот это рейтинг городов по степени загрязненности воздуха. Я с тобой сразу вопрос, что в соцсетях больше 7 баллов считают загрязненным, а выше 14 сильно загрязненным. Так вот, выше 14, вы видите, выпадают три города. Армян, Одесса и Горлок. Это наиболее, это города с наиболее грязным воздухом в Украине. Из областных центров вы видите, все отец рекордсмен, и вот эта красная зона, это только единственный город-миллионник. Казалось бы, в чем причина? Но я принимала розыгрышный комбинат. Я принимала железная струбическая производство. В Непрестужинске, в Танецке, в Мариуполе, в память комбинатах, в Одессах, в которых нет тяжелой промышленности, в которых нет эпилогии, в химической промышленности, которая вынесена за пределы города в основном. Почему город такой грязный? Ответ тоже может найти генеральный план. Промышные загрязнители 21%. Семьдесят девять процентов от объема вредных выбросов – это автомобиль. В других городах, где хватает площадей с зелеными зонами, это не так, где я. Там другие факторы. Но здесь получается, что ввиду отсутствия зелены зоны мы выходим со своими детьми на улицу, думая, что мы держим свежую воздуху, а на самом деле мы держим не держим воздуху. И зеленые зоны, которые можно прийти, не так много. И доступности – это очень серьезная проблема, которая очень серьезно решается. Я считаю, что это очень серьезная проблема, но, к сожалению, это не очень большая проблема. И вместе с тем, параллельно, шаг за шагом, гектар за гектаром, зеленая зона уменьшается и улучшается. Поэтому любые действия, направленные на сокращение площади зеленых зон, да еще и в обмен на зону ветра, по-моему, это так, я рассчитываю, как улучшение на жизнь десерта. Прошу, следующий фактор. К чему это приводит? Вот таблица, которая дала этот график, которая сегодня утром увидела наш вопрос. В Одесской области наименьшая в Украине продолжительность жизни женщин. В Одессе и в Одесской области наивысшие показатели по онкологическим заболеваниям. В Одессе и в Одесской области наивысшие показатели по заболеванию тоже надыхания у женщин. Ну, казалось, что область большая, может быть, в области все плохо. Нет, в Речевске, в Речевске женщины живут несколько лет больше, чем в Одессе, хотя это рядом. И пытаются они одинаковые уровни жизни какой-то самой. Обратите внимание, самый низкий, самая низкая продолжительность жизни во всей Украине. Вот в чем вопрос у нас живет. Вот в чем вопрос у нас живет, который мы сегодня здесь пришли обсуждать. Моя жена, когда уйдала таблицу, она спросила, Сережа, а может мы куда-нибудь ее едем? Ну, я ее понимаю, но в Киеве, как сказать, что я слава в Одессу, я не могу себе конкурить, если я это заведу. Мы очень сильно вернулись в город, я здесь хочу, чтобы вырос, хочу здесь жить долго и счастливо. Я хочу жить долго, долго и счастливо, я живу и здесь. Поэтому я сегодня спрашиваю еще. Теперь вернемся к Анзабору и парку Шевченко, и парковое юбилейное, которое является, той самой частью, единственной доступной пляжной и парковой зоной. В чем уникальность этой территории? Тем, что здесь оздоровительные свойства парка и оздоровительные свойства моря находятся рядом. Это комплекс, который действительно достаточно уникальный, и разве что на южной берегу Крыма есть еще такие возможности, но не всякий город имеет такой подарок природы, но если мы им расходимся правильно, то все будет хорошо. Обращу внимание, что парк Шевченко, который когда-то был 80 гектаров, сейчас 41, имел еще и филиал под названием парк Куперейн, который должен был иметь площадь 300-80 гектаров, как в конце 2-го генерального парка. Как нам удалось отступать, парк Куперейн действительно существовал, и был терен из-за задачной собственности в муниципальной собственности парк Куперейн передачи в 92-м году. После этого парк потерялся. Крестанин спрашивает, что потерялся в нем не знаю, а в самогмите. Мы уже сказали, его украли или его распозали. То же самое, что парк Куперейн. Его украли или его распозали. Да, ныне действующие правительские планы, и в новом он будет восстановлен, и нам придется осуществлять. И я очень рад, что нынешняя городская власть прямо не буду слышно говорить о том, что парк восстановился. И часть этого парка находится, в том числе, и на территории, прилегающей к Куперейн. Что такое пляж? Территории, прилегающей к морю, имеют особый статус. Они должны использоваться так, чтобы не ухудшить экологические ситуации, не загрязнять теплое в море, и в то же время обеспечить возможность людям отдыхать. Поэтому организуется приведет洗ечательная полоса. Не обращаю внимание, он остается с учетом градостроительной документации. Раньше в законе было сказано, что граница, водохранная полоса и часто приведет洗ечательные полосы устанавливаются с учетом пожившихся ситуаций. Есть какая-то ситуация, сама в себе сложилась, а теперь мы будем проводить границу. Но пять лет назад внесено изменение в закон места с учетом градостроительной документации. Что такое расследовательная документация? Это генеральный план территории, который полтора года ждет утверждения краевого плана, и до последних территорий уже должна разрабатываться, но пока не разрабатываться. Кроме того, кроме приближной защитной полосы, где установлено особое увеличение, организуется так называемая регулярная зона. Кроме того, если для защитной полосы указано, что с учетом документации, там будет больше, будет меньше, здесь есть четкое ограничение. Пляжная зона – это не меньше 100 метров приезда воды. Что такое пляжная зона? Пляжная зона – это территория, которая предназначена для свободного доступа к гражданам, для того, чтобы пользоваться свободой и приезда к гражданам. Поэтому для пляжной зоны установлено ограничения. Они установлены законом в статье 90-го года с учетом документации, что в пляжной зоне запрещено строительство любых сооружений, любых сооружений, еще раз повторяю, кроме гидротехнических и гидротехнических элементов. Это же губрируется строительство нового градостроительства, где четко сказано, что полоска 100 метров от греха воды, а если приморская курортная зона с пляжем, то не меньше 100 метров от границы пляжа, это запрещенная зона для любого строительства. Ее задача – быть открытой и доступной для всех граждан. Строительство любых сооружений там прямо запрещено. Как сейчас используется территория? Да, это территория парковая, используемая жителями центра города и не только центра города. Да, это территория для используемого жителями центра и туристами, и теоретически любого жительства земли может подойти и ее должны пропустить. Там проходят национальные мероприятия. Да, это территория, где будет развитие, но я не уверен, что это та территория, на которой, кроме людей, которые пользуются парком и людей, которые пользуются мной, должны находиться еще какие-то объекты, тем более, что для входа. Это тот вопрос, который, надеюсь, мы сегодня обсуждали. Мы обсуждаем сегодня вопрос про этой территории. Если вы посмотрите статуи закона благоустройства, вы увидите, что то, что происходит сейчас в парке, называется по закону «комплексное благоустройство». Это ремонт и производление дорог, установка скамеек, освещение. Вы можете увидеть, смотря, как и тот на пол имеется в виду скамеек, имеется в виду урны. Это комплексное благоустройство. То, что происходит сейчас. По закону. О благоустройстве населенных пунктов. Комплексное благоустройство, что производится на основе той самая конкостроительная документация о необходимости, о котором мы говорим уже много лет, и которая лежит в столе и полиции. Получается, что без подтвержденных документаций конкостроительной территории благоустройства – это какой-то странный процесс. Это все равно, чтобы покупать, не знаю, окна и двери, не имея даже проекта здания. Все должно быть построено одно за другим. И закон говорит, генеральный план в России в миграциях комплексного благоустройства в составе детального плана территории. Насколько мне известно, для пляжа Атлан-Жерон детального плана территории в комплексном благоустройстве он не разобладывается. И поэтому то, что происходит там, я не знаю, как он может, он будет стыковаться с генеральным планом города и с использованием других территорий. Пожалуйста, следующее. Итак, что я хочу предложить в резолюцию, где вы слушали. Мы все еще пытаемся, как раз, проектировать, планировать какие-то части, элементы, забывая о том, что город, это единый организм, единый комплекс. И закон однозначно говорит о том, в каком порядке нужно приниматься решение. И проект генерального плана за то, что полтора года принято. И решение разработки ДТТ было принято. Но, не дожидаясь этого, мы все равно движем вперед и думаем, что мы будем делать там хорошо. Безусловно, благоустройство – нужный процесс. Город наш не благоустроен. Благоустройство включается много игроков, включается времени, а вы знаете, что у нас здесь не происходит. Безусловно, делать его нужно, но нужно делать его правильно, грамотно и человечество. Поэтому первое, что я хотел предложить, как проект «Реселивус и слушаний», это рекомендовать городским властям, при проведении благоустройства, руководствоваться, государственными документами, генеральным планом и детальным планом института. И на основании их, в дальнейшем, проведение благоустройства, государственных документов. Второе предложение. Все, кто знакомились с проектом, видели, сколько вопросов должно утрезти. Вопросы разведения потоков пешеходных и велосипедных и автомобилей, возможно. И вопросы сложной территории. Вопросы водоотведения, проведенный плод, развещения объектов. Это должно делаться по документам, которые называются рабочие проекты. Я на прошлый случай предлагал такой пункт. Я предложил еще раз. Он очень смешной. Я предлагаю, что работы должны проводиться по рабочему проекту. Почему? Потому что так требуется он и работа без проекта. Но есть случаи, когда это играется просто недопустимо. Это те два предложения. Вот, видите, в результате слушаний, которые бы я хотел предложить. Спасибо за внимание. Пять минут, готов к верить наш опыт. АПЛОДИСМЕНТЫ Попробуйте внимание, что есть специализированные проекты решений. Если у кого-то, например, проблема заслуг, поможет их начать. Да, я предварительно подал первые два вопроса. Пожалуйста, четкие публиковки, которые предлагаются передаю с услышанными, а не с участниками. Допустим, сейчас на вопрос, если есть, пожалуйста. Зачем? Планировать дальнейшее разрезы на жиротах, только на основании нового генерального плана, а так и от корректированного по результатам общественных слушаний и детального плана территории. Корректировка генерального плана у Крымсу шла полтора года назад. Детальный план территории находится на этой разработке и общественных слушаний, и даже из него срывок. Второе. Работа по строительству, реконструкции и благоустройству охраны. Я обращу внимание, сейчас, когда я могу буду устроить, он уже разрушает, возможно, понадобится достроиться и что-то реконструировать. Так вот, все эти работы необходимо выполнять по рабочему проекту, разговариванному согласно строительству, который исчисленный. В соответствии с требованиями законного правительства благоустройства, водного плана, земельного плана и привезут на дальнихах. По большому счету, я предлагаю напомнить городским властям, что законы и строительные нормы все-таки надо истолкнуть. У нас есть и большая программа, и будут говорить о ответах с работой, о ответах с проблемой. Но я хочу сказать, что главное, что любые работы там нужно проводить по закону и по проекту. Они будут в конкретной объеме работы, надеюсь, что в дальнейшем докладчики это расскажут. Еще вопросы? Большое спасибо. Следующее, на основании вопрос о внесении в результате общественных служб. Двух пунктов, предложенных только что мной, которые сейчас находятся на экране. Первое, что благоустройство должно производиться на основании государственной документации. Второе, на основании рабочих проектов с соблюдением строительства и законного строительства. Чертая комиссия, я надеюсь, что вы начнете голосовать. Я считаю, спасибо. Девять. Пожалуйста, если у вас подсчитали, опускайте, вам скажут, что это количество, то вы можете опустить его. Опускайте, пожалуйста. Опускайте, пожалуйста. Перечитывайте, перечитывайте. Попробуем, а вот здесь есть 11, 12, 12. Можно уже... Они не хотят. Мы... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Возмещаются такие площадки В тоже пешеходных людей и дорожек На удалении не более 100 метров Друг от друга Эти площадок мы тоже Ни в проекте, ни в реальности не увидели Следующий круг Который должен быть реализован Согласно тем обязательствам Которые у себя взял И которые есть в проекте Для игр детей Реконструируются И создаются новые детские площадки Которые оборудуются механическими игровыми комплексами и качелями. Детские площадки приспосабливаются для использования таких детьми различных возрастных труб, ясеного, дошкольного и школьного возраста. Мы этого не видим в институте, где именно будет эта детская площадка, хотя представители этого просучивали, что это будет лучшая площадка в городе, но очень бы хотелось, чтобы это не осталось в воздухе. Если же они сказали, что они делают комплексный проект, и в частности там будет большая детская площадка, хотелось бы, чтобы она там была, а не только в Рокковске, потому что все обязательства, которые есть из социального плана, они не выполнены, а в Рокковске уже функционируют. Следующий момент. Возле площадок организованы места для пребывания родителей сопровождающих детей, но поскольку нет детских площадок, то нет соответствующих мест для пребывания родителей. Дальше. Вдоль аллей и дорожек устанавливаются питьевые фонтанчики высотой 900 мм, то есть 90 см, и годный для мусора на расстоянии 30-40 метров, и за счет 1 урна на 800 метров. Ты же кто-нибудь в зале видел в Лоджероне питьевые фонтанчики? Вот попросили, вы уже видели в Лоджероне, а питьевых фонтанчиков почему-то пока что нет. Так они были в проекте, и их обязали делать комплексный Дальше. Для обеспечения транспортных условий, возможностей прогулок людей, относящихся к маломобильным группам населения, планируется осуществление организации движения по пешеходным аллеям и дорожкам шириной 2-25 метров и более. Часть дорожек не соответствует, часть дорожек более узкие, и там не могут съедаться два человека подлинных колясок. Это тоже нужно внести и в схемы, и в реализацию. То есть мы хотим увидеть все эти красивые слова, за которые голосовали члены из полкома, чтобы они были реализованы на практике. Кто себя хочет домой, я прошу прощения, но я тоже с утра с удачей в царках, кому-то интересно. Вдоль дорожек, используемых велосипедистами, до движения устраиваются временные стоянки до хранения велосипедов. Место до хранения велосипедов, в плане, имеет размер 2х06 и оборудуется отдельной стойкой, кересковой высотой до хранения велосипедов. Очень четко описано, как должны были выполнены стоянки до хранения велосипедов. Вместо предусмотренных четких ног, 2 метров в длину, 60 метров в ширину, там есть несколько крючочков. При том, что у нас создаются парковки на 420 метров, для велосипедистов предусмотрено около 10 небольших крючочков, которые в основном при снести стоят машины, и использовать производителей нельзя. Если мы говорим, что у нас все в равных условиях, и все эти ситы, вне зависимости от того, сколько они зарабатывают и на чем катаются, на машинах или на велосипедах, должны иметь равные права, то если делается 422 попов для автомобилей, значит должно быть 420 поповочных мест для велосипедистов. Аплодисменты Аплодисменты Потому что, потому что... Потому что в эрисистах на транспортной природе огромное множество, и они тоже хотят ехать с лоджиром, и где-то встанет свой велосипед. Следующий путь. Для обеспечения водовых душно-вдыхающих планируется устройство нового общественного туалета. Кто-то видел на живой, новый общественный туалет. Кто видел, обязательно покажите, это хорошо. Я прошу журналистов тоже поехать и отснять новый туалет, который тоже был построен. Дальше планируется устройство нового и реконструкция существующих сетей питьевого и поливочного водопровода. Развободны предложения по возможному использованию системы капельного полива. К сожалению, без разработчиков хотелось бы понимать, где это все в наклоне. Оно должно было там быть. Мы видели, как проходили эти работы. Всю году снималось с земля, заливался асфальт и ложилась плитка спешно. Где находят отличный новый поливочный водосновод и где находят новый питьевой водосновод. Дальше планируется устройство сети фекальной канализации, обеспечивающей функционирование существующих новых туалетов. Определяется необходимость устройства канализационных насосных станций колодезного типа. То есть туалет есть, а где у нас находится фекальная канализация в проекте, и готова на сделание вообще инженерной коммуникации. Где это будет проходить, непонятно. Хотя, ну, я прошу вас до журналистов, поскольку все эти станеты выполнять архитекты, которые ушли, по этим пунктам пройти отельно и поинтересоваться. Вы приняли или вы даете обязательства? Или у нас есть только подковка, а все остальное отбросит? Следующая студия. И там немного, я уже заканчиваю. Очень интересный пункт, я буду видеть чуть-чуть сильнее. Это то, за что проголосовал исполком. Хранится в территории разработки благоустройства части пляжа Ланжиро. Не планируется вылупка существующих деревьев и поставка новых. То есть, сначала они из закона вылупили шестьдесятки дерева, а после этого они из закона их всадили. Вот это мы не хотим того, чтобы всадили деревья. Но надо, чтобы они делались в соответствии с установленными законами, порядком и проектом. Если, может, там есть еще какие-то вопросы, но они уже не такиваются. В связи с вот этими вопросами, которые были озвучены, есть предложения... Есть предложения... Пожалуйста, вопросы из зала. Вот из зала. Можно вам? Я посчитаю. Если можно, пожалуйста, к вам подойдут, вам придут микрофон, можете не кричать. Но что вы делаете? Вы что-то сделали. Но вы не поделитесь. Сделайте ломать, но я стоял на каждом цепете. Сделайте. Сделайте прямо на каждом цепете. Я тебя люблю. 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 Если бы я зарабатывал столько денег, сколько зарабатывать люди, кто построили торговку на 10 миллиардов, то я не могу, чтобы они все обитали. Вы не можете так скинуть. Я не могу. Так как так? Никто вам на секретах будет сидеть в парке и зону. Все время в час. А я за каждую минуту час дополнительно. То есть минимум паснется на гривнах с каждой машины. Эти деньги могли быть включены и на то, чтобы опомнировать необходимые места и создать релопортовки. Еще раз в комментариях было бы еще. Дорогие друзья, я понимаю, что не все поняли то, о чем вы говорили все черные. Все черные не сказали ни единственное слово от себя. Все, что он читал, все прямо предусмотрено. Проектом разработчиков каждого народа для здоровья с другом. Это кто, кто раскладывает этот проект? Кто, что ускорбили городские власти? Кто, что это неизбежно? Извините, кто очень виноват? Они все черные или кто-то другой? Пожалуйста, следующий вопрос. Углами по вопросу 5 минут. За две минуты уже прошли. Еще. Пожалуйста, микрофон. А на тройной микрофон. 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 Здравствуйте. 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 Спасибо. Микрофон. 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 по которым едут в Кубановской Олимпии, Панка, Шевченко, а с вами шли попасть на гражданскую дорогу, неизвестно, потому что на Крылья тоже не будет. Потому что я с собой на дорожке на скупе нет. Это еще одна управляющая, которая была на дорожке, а у Крылья. Спасибо большое, что с юной рекламой, что субтитры. Слушаю, что меня зовут Александру Прохову, передает Сергею Пешкову. Слышите? Олег Ковард. Я прошу прощения, есть вратное превышение, после каждого проведача идет голосование, закопленное вратное превышение, я прошу, чтобы вы разлучили. Давайте это конца, а как? Звучат они следующим образом. Пожалуйста, можно они? Я сам на этом вратное превышение. А что там? Вот следующий проект превышения. Несло, просто вопрос. Признать эскизный проект благоустройства пляжа Ланжерон, нуждающийся в доработке. Разработать рабочий проект реконструкции благоустройства с учетом рекомендации слушаний. И укрепить его сессия Одесского городского совета в соответствии с законами Украины благоустройства населенных пунктов. Рекомендовать Одесскому городскому совету рассмотреть вопрос законности и решений с полкома Одесского городского совета. Должен просто я озвучил, потому что это входило в часть своего выступления. И вот следующий докладчик, и потом будет голосовать. Одесскому городу, как я понял, покинул зал, к сожалению, этот человек с ограниченными пунктами, он переключается на предприятия Итальянских, он передал профитекту свои предложения. Мы с ним обсуждали проект, он у него множество вопросов, связанных с доступностью новых отстроенных объектов, и для, в частности, и для финалиев, которые уже тут упоминали, для людей с ограниченной способностью. В частности, для тех, кто перемещается на колясах, и для тех, кто просто видит. Что предложили в четыре конца? Можно я ближе, я технически прочитаю, у меня не учится зрение. В основе этого проекта, который вынесли Алья Ромко, в основе двух свойствах должны лежать принципы, универсального дизайна. Это значит, что любой предмет, который создается, должен быть возможен для использования людей с ограниченными возможностями. То есть, латочки и все остальное должно предполагать возможность, что инвалиды тоже смогут этим пользоваться. Два. При ограничении езда через арку лонжерон должны пропускаться безоговорочно и бесплатно следующие группы людей. Поведители автомобилей, выданные как следство протезирования. Автобусы с подъемниками, обслуживающие маломобильные группы населения. Иностранные автомобили инвалидов. Он объяснил почему. Потому что у них нету таких удостоверений, как у нас. Их обычно не пропускают. У них другие удостоверения, у них подъемки на машинах просто. Дальше. Должны пропускать автомобили, которые перевозят инвалидов первой группы. То есть, если внутри автомобиля есть инвалид первой группы, должен быть свободный езд. На посту выпуска возле арка лонжерона должна быть инструкция, кого пропускать. Дальше. А вы выбрать 24 парковочных места для инвалидов. Возвлекательный знак в соответствии с ДПМ. В должностных инструкциях сотрудника полковки. Должна микропа, образующая следить за тем, чтобы на места инвалидов спортовались только перечисленные в предыдущем группе люди. Расположение местной парковки для инвалидов должно быть максимально близко к зданию диверсионария. Согласно ДПМ, не дальше 50 метров от здания. При усмотрении рабочего проекта капитального ремонта и благоустройства лонжерона. При усмотрении оборудования всесезонного туалета в соответствии с требованиями ДПМ. Бутынки и споруды, уступки из бутынки и споруд для малых мобильных взрослых на селы. При благоустройстве парков, парковая линия трассы здоровья, необходимо соблюдение принципов беспорядной среды. Ну тут, видимо, должно быть прийти по лонжерону. Я, наверное, человек ошибся, он выписал сначала для трассы здоровья и для лонжерона, потом я попросил отсортировать. То есть мы просто меняем, при благоустройстве лонжерона необходимо соблюдение принципов беспорядной среды. Десять. В условиях конкурса на выполнение работ по доставке на электромобилях пассажиров от арки лонжерона до пляжи лонжерона предусмотреть бесплатный проезд инвалидов 1-й, 3-й групп и специальные требования к электромобилям, чтобы они были приспособлены для обслуживания людей на инвалидных колясках. Вы знаете, что рассматривается вопрос об ограничении въезда через лонжерона. Об этом проголосовали прошлые слушатели. Решаться проблема будет тем, что будут созданы электромобильные такси, то есть такси, в которых будут использоваться машины с электрическим двигателем. Против тех, которые ездили по трассу из дороги, пока это не запретили. Значит, и эти машины будут снизу, с нижней точки, привозить пассажиров на верхнюю точку за арку лонжерона и назад. То есть там около 700 метров, это не будет стоить дорого. Но все-таки инвалиды попросили, что когда эта система будет организована, инвалиды 1-й и 3-й группы проезжали в этих электромобилях бесплатно. Предусмотреть в проекте размещение на территории благоустройства информационные знания, показывающие расположение оборудованных доступностью для инвалидов, парковок, пляжей, туалетов, душевых кабинах. Ресторан «Кударок» оборудовать доступностью для маломобилных групп населения, оборудовать одно подпорочное место для маломобилных групп населения. По предложению «Кударского общества слепых» оборудовать тротуары к интересующим пляжам от основных общественного транспорта. Нужно соблюсти нормы, державных бюджетных норм, дарить с проблемами зрения, а именно, должна быть запланирована и реализована. Должны быть как разные направляющие, так как по центру, еще что видно, где центр дорожки. И ограничительный порядок на твою дорожку. Это пунктик. Это пунктик, по которому слепой человек может звучать дросточкой, для того, чтобы не сойти с дорожки. Это правило ДВР, которое мы в этом порядке не выполнены. 14. Созданная доступность должна быть информационно доступна туристам и гостям города. То есть, если мы говорим, что есть место, где люди с ограниченными возможностями могут использовать ту или иную территорию, для них создана инфраструктура, то информация об этом должна быть доступна и для иностранцев. То есть, это должно быть как минимум на нескольких иностранных языках. Вся созданная доступность должна быть отображена на сайте городского совета. И последний пункт решений должен быть единый телефон, по которому можно получить информацию по органу пунктик-возидов. Итак, к сожалению, пришлось только сочетать предложение господина Прокорова, он не смог ждать наших слушаний, ставится на голосование вопрос о внесении в резолюцию общественных слушаний предложений, которые были озвучены предыдущим автором Алексеем Чёрным, и господина Прокорова, вот предложения, озвученные здесь. Прошу вас сказать, что вы на территории вопроса прочитаете. Голосуются за предложение последних двух выступающих. Предложение Чёрного и предложение Прокорова. Вплоть и для того, чтобы было быстрее. Вплоть и для того, чтобы было быстрее. У нас ещё будет проект решения наше, поэтому я здесь читала, что хотела поставить вопрос на голосование. Да, я хочу сейчас попотографировать тех сотрудников НЕВУ, которые говорили, что они борются за слова инвалидов, а сейчас не голосуют. Прошу всех журналистов отфотографировать эти вещи. Я могу вас сказать, что у них тоже есть проект решения наше, И он будет еще голосоваться. Но есть одно правило. Нельзя решать, что делать для инвалидов без инвалидов. Одесса, права, одесса, партии. Человек, который является авторитетом в этой теме, занимается ТВ-дом, высказывает политические решения. Я прошу проголосовать и их, и ваши предложения. Они противоречить не будут. Все предложения ответуют в соответствии с законодательством Украины. Сейчас есть свободная палка, и все прочитают. Я прошу прощения. Человек, который начал голосов, потому что никто вас не услышал, и расчется, и не помню, и Александр Васильевич. И он из этого проекта может на моем решении, что он может проехать. И контакт с ним согласился. А он, Господи, на срочке. И он, Господи, на срочке. И он, Господи, на срочке. И он, Господи, на срочке. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, вопрос, если можно. Я буду читать дальше, потому что вопрос. Следующий вопрос – проект решения. Про запрет, подготовки, про запрет, подборки и заходить в места. Итак, в соответствии с распоряжением Одесского городского нового и номер 8, по 16 января 2015 года, по проведению общественных слушаний, руководстве статьи 24 и 25 Русского секретаря Германии города Одессы рекомендовать запретить автотранспортным средством осуществлять подборку на территории пляжа Ланжирон после проведения рабочих свойств на дне надлежащих местах. Одесскому городскому городу Горького и исполнительному органу Одесского городского совета принять соответствующее решение в соответствии с целью 25 Русского секретаря Германии города группировочные места для инвалидов в соответствии с распоряжением Одесского городского нового и номер 9. Я уже не буду читать, что здесь это все касается ваших слушаний, которые вы сейчас делаете. Спасибо вам большое. Еще раз извините, потому что видите слишком много эмоций. Я хочу сказать, что самое главное, наши с вами скачки объединиться. Для того, чтобы вы понимаете, что мы могли читать правильно, наши с вами не имеют. Спасибо. Итак, проекты и решения, которые предоставляются оппонентам данного вопроса. Ваши два решения не пошли, насколько мы с вами. Первое. Про закрыть уничтожение деревьев и зеленых сосажений. Второе. О повседневнике пляжа Ландширок. Третье. О проведении экспертизы устойчивости склона. Четвертое. О запрете въезда и движения. Пятое. Про оборудование и размещение детства в спортивной площадке. Шестое. Про проезд автоканспортных средств. Седьмое. Про ограничение движения автоканспортных средств. Восьмое. О сохранении памятника архитектуры арка Ландширок. Девятое. О внесении изменений. Об этом услышать промышленность в проекты решения. Для защиты, вот сейчас выключено. О внесении изменений в политбокустройство пляжа Ландширок. Десятое. О беспактных ест. Одиннадцатое. Про организацию общественного транспорта на территории пляжа Ландширок. О разработке детального плана территории пляжа Ландширок. Про переначу элементов плодоустройства в собственность ГОМАЗа. Про закреп парковки незаконных местах. Про парковочные места для инвалидов. Про парковочные места для велосипедистов. То, о чем многие молодые люди говорят. И пользуются велосипедом. Вопросов в количестве. Можете вам включать? Какие самые начали? С самого начала. Прочитаю, что максимум был удоб. Про закрытые уничтожения деревьев селёных насаждений. Я еще раз прочитаю, чтобы все уже было понятно. Соответственность составляющей мазетства городского главы номер 8. От 16 января 2015 года. О проведении общественных слушаний в соответствии с пунктом 16, статью 23. Устава территориальной громады города Одессы. Рукоменствую статьями 24-25 Устава территориальной громады города Одессы. Рекомендую рекомендую рекомендовать границей территории группу устройства пляжа в Анжиро. Запретить уничтожение деревьев и селёных насаждений. Отечественному городскому совету и исполнительному органу осуществить в первую очередь в основном рекомендую. Оба всеми детьми для этого всего. Соответственность со споряжением отечественного городского главы номер 8. От 16 января 2015 года. О проведении общественных слушаний и статью 12. Вы сказали. Так не нужно. Соответственностью из пунктов 16, статью 23 Устава территориальной громады города Одессы. Руководство статьями 24-25 Устава территориальной громады города Одессы рекомендовало. Обязать ТПРФО, селёных пресс, предоставить рекомендации по оселению территории в границах благоустройства пляжа в Анжиро. Отечественному городскому главе направить соответствующие поручения по исполнению указанной рекомендации для принятых в процессе инициативных слушаний по вопросу обсудения благоустройства рекомендации пляжа в Анжиро. О проведении экспертизы устойчивых сезонов. Это тот вопрос, о котором постоянно затрагивается относительно парковки, что парковки, стране лебедств, властей земли, но нам очень сложно всё нарушиться, сезоны будут скончены, поэтому мы должны это всё не оброза, обязательно должны привести эту общественную сезонную. Мы должны решить, чтобы уходить процесс, я понимаю, что все устали, поэтому я не знаю, что это первый раз, это ссылка на реприторные акты, не читайте, кто-то не читал, а люди, кто-то не читал, а люди, кто-то не читал, а люди, кто-то не читал, которые решили. Спасибо, спасибо. Спасибо. Итак, о проведении экспертизы устойчивых сезонов. Проведение экспертизы устойчивых сезонов, расположенного в границах части пляжа в Анжиро, поддерживающего былустройства. Отецному городскому советую исполнительному ордену осуществить меры к исполнению указанной рекомендации. Это самое важное, что парковка влияет или не влияет на устойчивость сезона. Мы получим данную включительную, и мы можем перейти на участие. Запретить въезд на движение... Он запретит въезд на и пишет. Запретить въезд на движение автомобильного транспорта по трассе здоровья, за исключением специального транспорта, скорой помощи, пожарной службы, автомобильного транспорта, органов, Министерства внутренних дел в любое время. Движение спецтранспорта разрешено в час в ночь до пяти утра. Отецному городскому совету и его исполнительным орденам осуществить вверх и исполнить указанную рекомендацию. Следующее. Про оборудование и размещение детской спортивной площадки. Отецному городскому исполнительному комитету внесли соответствующие изменения в проект благоустройства территории пляжа Лонжерон. В части оборудования и размещение детской спортивной площадки на территории благоустройства. Я думаю, что всем нашим детствам это очень надо. И мамам тоже. И бабушам тоже. Отецному городскому совету и исполнительному осуществить вверх и исполнение указанной рекомендации. Про проезд автотранспортных средств. Оставить открытым проезд для автотранспортных средств от партии Лонжерон, уже существующих стоянком без заезда на замке второй. Отецному городскому совету и иммунитетным органом наезд благоустройства территории принять соответствующие решения в соответствии с атакой по административной громады Одессы. Про ограничения движения автотранспортных средств. Рекомендовать департаменту ГАИ, ОКОР, МГТО в Одесской области и соответствующим исполнительным орденам Одесского городского совета разработать и согласовать схему движения транспорта на территории пляжа Лонжерона. Департамент ГАИ, ОКОР, МГТО в Одесского правительства и соответствующие исполнительным органом Одесского городского совета предусмотреть решение автограммских средств в объект памятника архитектуры АДГО и Широт. Повторяю. Предусмотреть решение автограммских средств в объект памятника АДГО и Широт ОКОР, МГТО в Одессовском уголов ». Принять правительство решения и соответствующие в 25 сентября и 20 сентября. Объяснение изменений в проект водустройства пляжа «Онжилот». ЦП «Дет-проект» – внести соответствующие изменения в проект водустройства территории пляжа «Онжилот» в рамках организации одностороннего движения на территории водустройства. Одесскому городскому столетику и руководителям можно посуществить меры о бесплатном въезде, о бесплатном въезде. Это касается всей территориальной промах. Бесплатный въезд в большом истинном месте, с вами как общественно. Обязать в КП «Отец-пансервис» разрешить бесплатный въезд для любвида всех труб, а «Онжилот» в уже существующих стоянках без заезда на трассу здоровья. Одесскому городчику и руководитель articles про организацию общественного транспорта на территории пляжа «Онжилот». Организовать остановку общественного транспорта на территории пляжа «Онжилот». Организовать Shooter T Продолжение следует... 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 Я бы хотела, я бы хотела, я бы хотела, чтобы этот вопрос не всегда чувствуешь, поставил голосование и показал нашу с вами соответственную силу объединения для представления. Нас постоянно стараются разделить, а мы с вами разжимы смеси. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, задайте вопрос пять минут, пожалуйста. Пожалуйста. Александр Александров, у меня два вопроса. Во-первых, у вас предложение к нетему плану реконструкции «Пляжево интервью». Мы рассматриваем сейчас план реконструкции Пляжево интервью. Мы рассматриваем этот год проект, который называется «План реконструкции части Пляжево интервью». Я думаю, что стоит это смеет. Я думаю, что все, Михаил, записывают данные с ними, да, все? Я предлагаю... Вы записываете, но кто для тех, по-моему, решаетесь? Я предлагаю ввести в два решения. Первые три, по-моему, четыре пункта, и потом все следующие после всех, которые касаются автотранспорта, ограничения автотранспорта и конструкцию органов. Давай, не поддерживайся, почему нет? Мы можем пригласить вас по каждому бреду вещей. Давай, давай, скажем, кокетов. Хорошо. А там, следующий вопрос. Значит, у меня вопрос. У вас начался вопрос. Запринять вырубку за правительство вовремя всего плохого устройства. Сначала время пришла работа, которая была уже проведена, и теряется часть его могущества, и здесь просто страдяйте запрет вырубку на то, что будет. Спасибо. Если позволите, я ответила пока даже ваш вопрос. Я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, что подмена понятий не совсем правильная. Дело в том, что мы сейчас говорим об общественных слушаниях и рекомендациях, которые будут общественные слушания. Правильно? Мы говорим про рекомендации. Да, совершенно верно. Нам прописано в дальнейшем, что мы описываем композицию, что мы их предоставили деревья и дали возможность выставки тех деревьев, которые мы хотим. Цель расходит. Все уже восстановлено, и вы считали, что вопрос с нами. Пожалуйста, следующий вопрос. Второй вопрос, пожалуйста. Я не знаю, что приглашаю, что приглашаю проект, вы приглашаете госземы на работе проекта, в том, что в ваших дополнениях. Наслаждает ли это, что нет сейчас проекта, и все действия, которые вы проведете, не согласны проекту, а с политоином построено. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы на данный момент отпускаем... Нас еще мы все не слушали. У нас, как это решение, мы уже готовим документы, романы для исполницированного комитета. Я скажу по вопросу. У нас этот проект не был. Если у нас все действия происходило, является не по проекту. На данный момент вы рекомендуете. Один человек, один вопрос, ребята. Спасибо большое за все. Спасибо, пожалуйста. Еще вопросы? А, ты не получишь? Мы только просто слышим. Слышно? Да. Четвертый пункт по поводу картизуства. Значит ли, картизуство христотической парфонки, которая существовала, и которая существовала, и которая в картизу не опробовала, соответственно, она построена и не на самом деле. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СМОТВЕН АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, повторите, пожалуйста. Пожалуйста, повторите, пожалуйста. Значит ли лучше мы голосуем, что при проведении необходимых пользователей экспертизы? Если помните, у нас в виде какими-то? Нет. При проведении работы не были необходимыми. Подписывайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, подписывайтесь. Проект новоустройства при спаливах и образовании членов письмолога, члены письмоголога, не задавали этот проект и не нашли никаких никаких необходимостей. Возвращающий вопрос можно на уточню. В законодательстве сказано, что при вылупке зеленых насаждений обязательно нужно находить, например, государственную экологическую экспертизу. Прошли ли вы государственную экологическую экспертизу? Я думаю, что этот вопрос можно будет задать проектатору, и они должны были прописать проекты. Мы должны были вновь на уточню. Прошлойте сюда. Прошлойте, что ли? Спасибо. Проблачаю большое количество предложений. Я надеюсь, что это все делали. Что вы делаете? Я не делаю на случай. Они касаются очень разных, очень разных объектов. Мы говорили плохо про тех, кто с ним раньше. Поэтому, что вы делаете на трассу отдельности. И я не хочу. Я не хочу. Надо провести в начале. Я считаю, что я могу задать вопрос на голосование. Отделяйте или пакетом. И тогда, что давайте попринять решение. Я думаю, что вы делаете с вами либо пакетом, либо я имею опыт в официальном ведении общественных отношениях. Поэтому я вас прошу. Заблюдаем рекомендации лейтенанции. Пожалуйста. Спасибо. Господи, ведущий. Господи, ведущий. Сами, побед. Что вы собираетесь? Что вы делаете? Я не могу. Я не могу. Меня могу. Я буду. Я буду. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Итак. Я извучиваю ответ, полученный нами за правильность в текстуре. Дело в том, что первую конкурс, а на авторозрозаводчике тирканного плана. Собратное распоряжение. Корректор А.Кулы. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Мы озвучим произношение, которое сейчас на экзамен хранится в территории Слонгутской по пляжу Ланжерот. Замплетит и уничтожение деревьев и зеленых настощей. Вот на это и голосуем. Слонгутской по пляжу. 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 ! ... 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 Пять! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok ДimaTorzok 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 И ты должен им валили. Я думаю, что все-таки, все-таки, и кафе, но все-таки, с разрезением закона, раз. И плюс к этому, времени критично мало, предлагаю еще раз проголосовать по предложению, которое пролосло 97 голосов. Потому что голосов, кто-то любит, если вы слышите, то голосует не голосует. А именно, ограничение движения транспортных средств, скорость при не более 5 км в час, раз. И провести экскурсию достащего прислора. Буквально один маленький момент. Итак, и в прошлый случай, и эстер, проголосовали о том, что имеют право ездить в электромобиле. Автомобиль эстер-служк. Если мы сейчас проголосуем по инвалидам, то будут старые инвалиды. Вопрос от ограничения именно этого транспорта. Прошу проголосовать. Парти уточнение, какой транспорта. Итак, по всем вопросам были в нашей помоливании. Вы наступили к транспорту, и вопрос ставится на голосование. Еще раз выключите, еще раз. Еще раз. Еще раз. На транспорное голосование по предложению к транспорту, все власти предвиду, а приносится к пакет вопросов, которые были в случае, но здесь есть, которые были разработаны в полигляне. Примодные в полигляне касаются соблюдения строительных сорт, касающихся доступности территорий и инвалидов. Раз. Вопросы имеются, они бы разлучно повторены здесь. А одновременно с этим ставятся два вопроса, которые набрали 197 голосов. А именно, о ограничении скорости движения транспортных средств на территории всех, любых, раз, два, три. На эти территории, без того, въезжают сверхсепетинцы, спецтранспорт, возможно, автомобили инвалидов, возможно, автомобили, возможно, автомобили обычные. Любых транспорт, оказавшихся на этих территориях, не будет двигаться до встречи 5 км в час. Раз. Друзья, мы сейчас не знаем, что все, в том числе, в этом салоне, на переменах сейчас, когда же вы, по-прежнему, проведете, в том числе, в полигляне, в том числе, в еждинстве, в бездетной грубой, до недоторничения. Мы сейчас сказали, что в еждинстве, в еждинстве, в жрот закрыт. На этом случае, в этом салоне, салоне, открытие еждинства не прошло. Органичиваем сразу снижение. Электромодили, автомобили экстренных служб и людей в машине, например, это инвалид мёртой гонки. Всё, это у нас в полости. А также велосипедисты, мотоциклы, и всё, что там может быть. Извините, но у нас есть не должное, которое гуляет в картовой зоне, и в каждой зоне абсолютно всё равно, когда машина движется в лучшую скорость. Поэтому, ещё раз, вопрос, это возвращение скорости люкового транспорта. И второе. Оправление экспертизы устойчивых и сломых в положенном границе, к счастью пляжного транспорта, держащих полустройство. По моему мнению, это будет сделано, как не давно, и как в этом причине это не сделано. Говорят, что вы, чёртая комиссия, пожалуйста. Пожалуйста, прогнозуйте, что вы уже закончили наши общины заключения. Последний факт, поднимите долг. Вы уже не опустили. Песть! Петь! Интересно, что... Не запрещено. Сам делал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok